Здравствуйте, уважаемые преподаватели и участники конференции. Сегодня я хотела бы раскрыть тему европейские индикаторы стоматологического здоровья и перспективы профилактики заболевания кариеса у детей стран СНГ. Актуальность данной темы. Карис зубов вызван теми реализации эмали органическими кислотами, которые вырабатываются микроорганизмами зубного налета. В эксперименте кариеса не существует серильных условий, поэтому это заболевание клинически проявляется постепенным разрушением твердых тканей зуба. Первым и доказанным условием является пониженное сопротивление минеральных веществ зубов. Второе условие – это разрушающие кислоты, возникающие при недостаточном потреблении фтора в организме. И третье условие – это наличие субстрат, то есть углеводная пища для производства кислот. В научной стоматологической литературе СНГ во многих исследованиях пытались определить возможные причины отсутствия клинической эффективности профилактических программ с акцентом на дефицитное финансирование, отсутствие специализированного персонала стоматологов-гигиенистов, сопротивление населения, отказ от использования фторида как потенциально вредного вещества. Также имеются многочисленные предложения по новым методам и продуктам, однако они не тестировались. Цель. Целью данного исследования является сравнительная оценка распространенности кариеса зубов в странах СНГ и выявление ключевых факторов, влияющих на изменение интенсивности кариеса у детей школьного возраста. Задачи. Первое. Выявить причину, влияющую на факторы риска заболевания кариеса зубов и парадонта. Второе. Понять, как часто должны проводиться профилактические программы чистки зубов для детей первых-вторых классов. Третье. Что было предпринято для появления мотивации у населения учиться профилактике стоматологических заболеваний в странах СНГ. Материалы и методы. Мы провели мета-анализ прочитанной литературы и ранее опубликованные собственные данные о писательной эпидемиологии кариеса зубов в странах СНГ. В 2013 по 2016 года проект был организован и реализован в 19 населенных пунктах в 8 странах. В Армении, в Белоруссии, в Грузии, в Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России и Украине. Данное исследование было поддержано многими выдающимися учеными этих стран. Ключевые возрастные категории варьировались от 12 до 15 лет и были опубликованы в стоматологических журналах СНГ. Результаты и обсуждения. Анализы данных, описанные эпидемиологией кариеса зубов в Европе, показали значительную разницу интенсивности в ключе возрастной группы 12-летних детей между западными, центральными и восточными регионами. В странах СНГ интенсивность кариеса у детей в 12 лет примерно в 2 раза выше, чем в Западной Европе. Это отражает различия в эффективности профилактических программ, особенно с учетом восприимчивости кариес у детей школьного возраста в странах Западной Европы. В Сирии межгосударственных исследований в 19 местах было обнаружено, что в странах СНГ только 48% 15-летних подростков соблюдают рекомендованный врачами-стоматологами режим ежедневной чистки зубов, то есть 2 раза в день. Только 33% подростков используют зубные пасты с фтором, но довольно-таки много, 52% детей ежедневно употребляют сладкую пищу. Данные о распространенности одного из самых важных профилактических мер среди студентов стран СНГ – это чистка зубов. И далее, выводы, сделанные на основании нашей статьи. Межгосударственный исследовательский проект по аналитической эпидемиологии в странах СНГ с использованием системы выявили поведенческие факторы риска кариеса зубов и заболевания парадонта, вызванные несоблюдением рекомендованного режима чистки зубов, фторосодержащими пастами, и частое употребление сладких продуктов. Второй вывод. Доказательство показателей риска парадонтоза и кариеса зубов у детей должна основываться на выборе методов профилактики стоматологических заболеваний. Для эффективной организации практической реализации сообщества профилактических программ проводится ежедневная чистка зубов для детей первых-вторых классов под контролем воспитателей. Третий заключительный вывод. Мотивация учиться профилактике заболеваний по лоссерта у населения стран СНГ не наблюдалась до тех пор, пока не увеличили стоимость стоматологического лечения. Благодарю всех за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...